В студии с выпуском новостей Меркедрасов. Здравствуйте! В 10-й школе на днях прошел флеш-семинар «Территория равных возможностей и профессиональных стартов». На нем были подведены итоги прошедшего учебного года и обсуждены вопросы развития профориентационной деятельности. В работе флеш-семинара, прошедшего в актовом зале 10-й школы, приняли участие руководители школ, заведующие детскими садами и заместители директоров, ответственные за организацию профориентационной работы, а также педагоги-психологи. В своем выступлении директор учреждения управления образования Марина Дерягина рассказала о развитии в нашем городе системы инклюзивного образования. В ходе программы в учреждениях проделаны, во-первых, ремонтные работы по соответствию доступной среде. Это закуплено оборудование для детей-инвалидов и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ведется обучение по адаптированным программам. По этому вопросу мы с вами в марте месяце проводили семинар, на котором мы рассматривали данные вопросы. И 10-я школа, как флагман этого развития, нам говорили и рассказывали, и делились опытом по составлению и адаптированных программ, и по ведению этой работы. Кроме темы инклюзивности были рассмотрены вопросы улучшения системы дополнительного образования, обучения рабочим профессиям, совместные и единые планы профориентационной работы. Главный инспектор Центра занятости Кумертау Людмила Соломко выступила с докладом об информационном ресурсе «Команда будущего», о положении на рынке труда и определении профессиональных предпочтений. Если бы нам построить дом, чтобы он был красивым, ну кто построит красивый дом? Человек, который любит свою работу. А как он знает, что он умеет строить красивый дом? А для этого нужно создать ему еще в школе условия, чтобы развилось его наглядно-образное мышление, чтобы он сделал пробы какие-то в кружке по конструированию. То есть мы должны каждого ребенка вести к раскрытию своего внутреннего потенциала, и тогда процесс выбора профессии будет естественным, а не будет неким таким стрессом на жизненном пути. По итогам флэш-семинара было решено включить в планы воспитательной работы мероприятия, направленный на раннюю профориентацию школьников, и активизировать работу по модернизации дополнительного образования. От попадания в трудную жизненную ситуацию, к сожалению, не застрахован никто. И вовремя протянутая рука помощи может сыграть в этом случае важную роль, а зачастую и спасти человека. Ребенку же такая помощь просто необходима, ведь у него шансов самостоятельно выбраться из трудной жизненной ситуации гораздо меньше, чем у взрослого. В Кумертау такую поддержку оказывают добровольцы, а помогает им в этом отделение социальной помощи. Одна из таких благотворительных акций называется «Помоги собраться в школу». Подробнее в материале Владимира Антошкина. Не надо успевать, ничего не забывать, и уроки все учить, чтоб пятерку получить. Такое напутствие сегодняшние второклассники дали тем, кто в сентябре пойдет в школу впервые. Это их вклад в акцию под названием «Помоги собраться в школу». Организаторы же акции помощь оказывают вполне себе осязаемую. Это рюкзаки, тетради, карандаши и многие другие принадлежности. Накануне 10-я школа стала площадкой для одного из таких поручений. В ее стенах для будущих первоклассников провели развлекательное шоу. В форме интерактива с ведущими кто-то из ребят вспомнил, а кто-то, возможно, только узнал, что должно быть в школьном портфеле, а чему там нет места. Вспомнили и буквы с цифрами, с которыми, как выяснилось, вчерашние дошкольники уже знакомы. Такое практическое напутствие они получили от педагогов, а дополнительно морально поддержали их служители Иоанна Предтеченского храма. Церковь традиционно оказывает акции «Помоги собраться в школу», в том числе материальное содействие. Я хочу вам всем пожелать, что в первую очередь у вас в портфеле всегда были только пятерки, что в вашем портфеле не было слез ваших родителей. И знания, еще раз говорю, первым, вторым и третьим классе, поверьте, они вам пригодятся во всей вашей жизни. Завершилось детское шоу непосредственно вручением школьного набора. Каждому ребенку достался рюкзак с тетрадями, дневником, карандашами и другой канцелярией. Все равно помощь какая-то, хоть вот рюкзак, все равно зато какая помощь уже детям, себе, родителям уже. И родителям помощь, и детям как бы праздник, все равно приятно, хорошо, спасибо организациям. И это только одно из целой серии мероприятий, которые провели организаторы акции «Помоги собраться в школу». Детям вручали форму, обувь, вводили на аттракционы и даже коллективно постригли перед началом учебы. За две недели, когда мы начали выдавать семьям карандаши и одежду, в принципе 43 семьи мы уже обеспечили. Это полностью и школьная форма, это полностью и канцелярские принадлежности, и рюкзаки. У Центра социальной помощи собственных средств на проведение подобной благотворительности нет. Содействие оказывают организации и простые горожане. Однако львиная доля помощи, как правило, приходится на предпринимателей. Их сотрудники Центра не устают благодарить за неравнодушие к ближним, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Напомним, что акция по сбору школьных принадлежностей завершится с началом учебного года. До этого времени оказать помощь может любой неравнодушный горожанин. В этом году, кроме сделанного ямочного ремонта дорог в городе, муниципалитетам было решено сделать сплошной ремонт дорожных покрытий по нескольким участкам улиц нашего города. С 24 августа был начат ремонт на улице Худайбердина. 8 августа в городской мэрии был подписан муниципальный контракт с подрядчиками, которые будут выполнять сплошной ремонт дорог в Кумертал. Ими стали две организации – МУПДОР и Башкир-Автодор. Срок исполнения работ по контракту – один месяц. В этом году будет освоено порядка 44 миллионов рублей. То есть дороги будут асфальтироваться сплошным методом. За качеством дорог мы заключим договор с независимым центром экспертиз. Уфимская организация, которая будет проверять качество асфальта на выходе, то есть при погрузке, и качество асфальта после того, как он будет уложен. С утра перекрыли участок дороги по улице Худайбердина. И ремонтной бригадой были проведены работы по подготовке дорожного покрытия перед асфальтированием. То есть выполнили все подготовительные работы. Загнали технику. Вот сейчас, как вы видите, асфальтовый укладчик начал работу. То есть осуществили пролив битума на дороге. Запилили торцы. То есть все как положено, все по технологии. И планируем в течение двух-трех дней закончить улицу Худайбердина. Напомним, что участки дорог, на которых будет сделан сплошной ремонт, это центральные перекрестки города, путепроводы Пушкина, 60 лет БАССР, а также частично улица Вокзальная и полностью шоссейные. Судебными приставами продолжается исполнительное производство, взыскание задолженности по заработной плате. В данный момент проведение по ним мероприятий относится к социально значимой категории. Подробнее расскажет нам заместитель старшего судебного пристава Александр Закиев. Он у нас на связи. Здравствуйте, Александр Радикович. Можете привести статистику о взыскании задолженности по заработной плате. Здравствуйте. В отчетном периоде в Кумертовском городском отделе судебных приставов находилось на исполнении 693 исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 13 млн 616 тысяч рублей. Из них возбуждено в отчетном периоде 335 исполнительных производств на сумму 4 млн 426 тысяч рублей. Окончено фактическим исполнением 228 исполнительных производств вышеуказанной категории на сумму 3 млн 255 тысяч рублей. С учетом частично взысканной суммы, сумма взыскания составляет 3 млн 651 тысяч рублей. Остаток на сегодня составляет 146 исполнительных производств на сумму 2 млн 666 тысяч рублей. В сравнении с аналогичным периодом остаток сокращен по исполнительным производствам на 47 процентов, по сумме на 62 процента. Мы знаем, что службы судебных приставов также ведут работу с должниками, организациями по погашению задолженности. Расскажите об этом подробнее. С должниками и организациями проводится весь комплекс мер, направленный на своевременное и полное исполнение требований исполнительных документов согласно федеральному закону об исполнительном производстве. В качестве примера можно привести такой интересный случай. В ходе проверки имущественного положения должника организации по адресу регистрации юридического лица судебными приставами установлен транспортное средство «Автокран». Данное транспортное средство арестовано, произведена оценка с последующей передачей данного транспортного средства на реализацию специализированной торгующей организации. На сегодняшний день данное транспортное средство реализовано. И с 17 августа 2016 года на депозитный счет Кумертовского городского отдела поступили вырученные денежные средства в размере 360 тысяч рублей. Данные денежные средства пойдут на погашение задолженности работникам данной организации. Насколько я знаю, жители нашего города имеют возможность узнавать о своих задолженностях через интернет. Насколько это так? Существует информационный центр, как банк исполнительных производств. В данном сервисе можно узнать о наличии имеющихся долгах, а также контактной информации судебного пристава исполнителя и также погашение данной задолженности в режиме онлайн. Да, спасибо. Напомню, у нас на связи был заместитель старшего судебного пристава Федеральной службы судебных приставов по городу Кумертау Александр Закиев. Он рассказал нам о работе судебных приставов исполнителей. В последнее воскресенье августа отмечается День Шахтера. Этот день неразрывно связан с остановлением города Кумертау. Накануне празднования наша съемочная группа встретилась с теми, кто работал на первых городских предприятиях, формируя историю нашего города. Наш город строили тысячи людей. И для того, чтобы наиболее достойно отразить их в истории города, сохранить для потомков сведения о Кумертау и о его первостроителях, историк-краевед Владимир Макраусов выпустил несколько книг об их судьбах и биографиях. Он рассказал нам о шахтерской деятельности при строительстве города, о нахождении при разработке дренажных шахт таких артефактов, как мечи и посуда первого века до нашей эры, доказывающих существование поселений на месте, где сейчас возвышается город. Историй очень много. Тут же, когда добывали уголь, у нас уголь здесь бурый, марикетный, я сам лично видел, знаете, когда пласты обрабатывают, там бывали целые деревья лежали, которые превратились потом в древесный уголь, вот в этот вот прям огромный, 30-40 метров, стволы, прям целые стволы вот этих вот деревьев. Потом находили вот бивни мамонта. Сейчас уже, наверное, не осталось, потому что отдавали их тогда в школы, в музеи. Прям вот бивни мамонта, зубы мамонтов находили разные какие-то, ну, разные моллюски окаменелые уже. Вообще интересно. В годы функционирования предприятий угольной промышленности более 300 горняков были награждены различными правительственными наградами. Орденами Ленина, Красного Знамени, Орденом Октябрьской Революции, Дружбы Народов, Знаками Шахтерской Славы различных степеней. После окончания войны более 2000 фронтовиков участвовали в строительстве города, работали слесарями, трактористами и механиками. Вот, например, Махмутов Керам Зияевич, значит, вообще его называли легендарной личностью. Это был танкист. Он прошел такой славный путь от командира тяжелого танка до командира танкового батальона. Представляете, он был награжден двумя орденами. Красного Знамени, Орден Красной Звезды. У него был Орден Александра Невского, представляете, 11-й войны. Кроме фронтовиков, принимавших участие в строительстве города, в Кумертал приезжали специалисты угольной отрасли с Украины, Белоруссии и других стран. Их направляло Министерство угольной промышленности СССР. Вацлав Песецкий сразу по окончании Ленинградского горного института был распределен на Кумерталскую брикетную фабрику. Он вспомнил, как в прошлом праздновали День Шахтера и как выглядел строящийся город в то время. Демонстрации были обязательно. На предприятиях, там предприятий-то, правда, было мало. Тогда было, когда я приехал, было брикетное, был разрез, было ПТУ. Ну, и там еще мелкие строительные эти самые домики были. В следующем году Вацлаву Песецкому исполняется 90 лет. Он начинал свою карьеру на брикетной фабрике простым рабочим. После стал мастером, начальником цеха, главным инженером и, наконец, директором фабрики. Только приедешь, бывало, домой, с работы, тут же тебе звонят опять. Опять случилось что-то, и опять туда поехал. Ну, вот так, тяжело было работать. Ну, а потом уже через несколько дней, какое-то время, меня назначили директором этой фабрики. А фабрика большая, самая большая в Союзе. Брикетная фабрика вместе с разрезом и другими предприятиями входила в производственное объединение «Башкир-уголь», которое во многом старалось поддерживать своих работников, выдавая шахтерам квартиры, машины и отправляя специалистов в командировки по социалистическим странам для обмена опытом. По мнению бывшего директора фабрики, День шахтера неразрывно связан с историей нашего города и очень важен для сохранения памяти о первостроителях у молодого поколения. Ну, память о тех, которые там вкалывали, что на разрезе, что на брикетной, что в ПТУ. Ну, я считаю, надо людям напоминать это дело. Я за. И сокращать праздники эти ни к чему. Вспомнить подробнее историю города и героев труда в преддверии праздника жители нашего города могут в историко-краеведческом музее Кумертау. Традиционно его посетителям в первую очередь рассказывают о первостроителе города, о том, как необходим был стране уголь для восстановления после войны. Поэтому фронтовики отправлялись на месторождение для добычи этого полезного ископаемого. Они жили в палатках, в землянках, в саманных домиках. То есть, как таковых, никаких домов, условий для них не было. И вот первое жилье, которое для них строилось, это были вот такие вот бараки деревянные. Они говорили, да, было трудно, да, было очень сложно. Не хватало еды, не хватало одежды, не хватало каких-то элементарных условий. Но, тем не менее, закончилась война, и это очень радовало. Мы жили все дружно. То есть, дружно работали, дружно по вечерам отдыхали. Также пели, плясали, а утром ходили на работу. В музее также располагается экспозиция о зарождении угольной промышленности в городе. Она создана представителем Национального музея республики. Перед этим ими было изучено множество фотографий и документальных данных о первостроителях. На подиуме экспозиции располагается дипломная работа – модель экскаватора, выполненная студентами горного колледжа. Там же для показа выставлен брикетированный уголь, известный не только в нашей стране, но и за рубежом. Если город Кумертау сейчас знают больше как вертолет, то в советское время нас больше знали как угольный город. И нашим брикетом выгревались и Югославия, и Польша, и Чехословакия, и Германия. То есть мы были вот такие вот известны. Истории первостроителей города сотрудники учреждения бережно сохранили на стендах музея. Это материалы о людях, трудившихся на угольном разрезе, и их личные вещи. До сих пор в музей приходят дети и внуки тех, кто работал на первых предприятиях города. Вспоминают о них как о людях с большой буквы. По словам директора музея, множество документальной информации и фотографий первостроителей города хранится в архивном фонде. И сотрудники учреждения стараются выставлять их попеременно на стенды во время различных тематических мероприятий. В этом году в честь грядущего праздника Дня Шахтера муниципалитетам традиционно планируется организовать торжественный прием в администрации города. Это была последняя информация о выпуске. Я с вами не прощаюсь. Встретимся в этой студии в 19.30 в программе теледебаты. Сегодня у нас кандидаты по единому избирательному округу. Оставайтесь на нашем канале.